В новой клинике открытые на базе медицинского технопарка пациенты с урологической патологией могут получить самую разнообразную помощь. От первичной консультации до полного диагностического обследования. Операционные оснащены по последнему слову техники. Есть комфортное реабилитационное отделение. Пожалуй, впервые все это сделано в одних стенах и все это возможно и доступно при одном-двух посещениях этой клиники, а не хождение по различным учреждениям, по различным врачам, по различным диагностическим лабораториям и так далее. Михаил – один из первых пациентов. Пять дней назад он поступил сюда в тяжелом состоянии. Его прооперировали и сегодня он чувствует себя неплохо. Выпишут его уже через неделю. До этого Михаил несколько раз подолгу лежал в разных клиниках, так что есть с чем сравнивать. Я надеюсь, что это заболевание у меня теперь устранилось. Но прежде всего здесь очень хорошие условия, в отличие от наших городских больниц. Здесь планируют проводить в основном малоинвазивные операции при помощи самых современных лазеров и эндоскопов. Новым для региональной медицины станет направление нейроурологии, изучающие нарушения в мочеполовой сфере при травмах спинного и головного мозга. В амбулаторном варианте все диагностическое оборудование. Для того, чтобы определить морфологические, гистологические и прочее, оборудование лучшее в регионе. Одно из лучших операционных оборудования. И в замыкании этого центра лучшее реабилитационное оборудование. За год в центре смогут сделать до полутора тысяч операций, принять 25 тысяч пациентов. Но в первую очередь клиника должна стать экспериментальной площадкой по разработке и внедрению инновационных методов диагностики и лечения урологических заболеваний. Однако, пока никто не может ответить на вопрос, сколько будет стоить медицинская помощь. Центр построен в рамках частного государственного партнерства. Будет ли он работать в системе обязательного медицинского страхования? Войдет ли в систему распределения федеральных квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи? На эти вопросы сегодня никто ответить не смог. Евгений Юматов, Денис Савинский. Новосибирские новости. Новости.